Доброе утро! О событиях минувшего дня расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей. Я Евгений Гуляев. Смотрите в нашем выпуске. От заката до пожара. В среду утром у центрального рынка загорелся диско-клуб «От заката до рассвета». Придется подождать. Перекрытие трамвайного движения по улице Карпинского продлили на месяц до конца июля. Один из самых ярких книжных персонажей Перми, герой сказки Владимира Воробьева «Каприско» теперь появился на сцене Пермского тюза. В Пермском крае задержан подозреваемый в совершении убийства девушки-продавца в цветочном магазине. 26 июня в Краснокамске произошло жестокое преступление. Неизвестный напал на 25-летнюю продавщицу на рабочем месте и нанес ей многочисленные ножевые ранения. Изданию «Капы Пермь» родственники погибшей рассказали свою версию произошедшего. Он просто ее зарезал, оставил в холодильнике и ушел. Деньги не взял. По одной из версий причиной убийства стала безответная любовь. Якобы Кристина ему отказала, но пока это только одна из версий. Также в соцсетях появилось несколько видео предполагаемого убийцы с камер наблюдения. На одном мужчина стоит в овощном магазине вблизи цветочного павильона, на другом скрывается с места преступления. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступление в кратчайшие сроки было раскрыто. Подозреваемый в убийстве установлен и задержан. Им оказался неработающий, ранее судимый, 39-летний местный житель, сообщают в СКР по Пермскому краю. По предварительным данным, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в цветочный павильон, где потребовал у ранее ему незнакомой женщины-продавца букет цветов, после чего нанес ей множественные удары ножом по телу. От полученных травм потерпевшая скончалась. После совершенного преступления злоумышленник скрылся с места происшествия, уехав в город Соликамск. В настоящее время подозреваемый дал признательные показания, которые подтвердил в ходе их проверки на месте преступления. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. От заката до пожара. В среду утром перемяки стали свидетелями ЧП в людном месте. У центрального рынка по улице Пушкина, 89А, загорелся диско-клуб «От заката до рассвета». Очевидцы активно снимали происходящее на видео и щедро делились им в соцсетях. В региональном МЧС рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 9 часов 7 минут. На место выехали 20 пожарных и 4 автоцистерны. По прибытию к месту вызова происходило горение пристроя на площади 50 метров квадратных. Пострадавших и погибших на пожаре нет. Пожар потушили за несколько минут, а накануне около 7 часов вечера в Перми огонь вспыхнул в ЖК «Географ» на улице Аханская. В квартире на седьмом этаже 25-этажного дома загорелся диван. На ЧП выехали 6 машин и 22 сотрудника МЧС. До приезда пожарных 25 человек, в том числе пятеро детей, самостоятельно вышли из дома на улицу. Здесь тоже никто не пострадал, полыхало и по краю. Жители Соликамска сообщают, что там в разных местах горело кладбище. Люди уверены, что это поджог. На некоторых могилах сгорели лавки, венки, кресты. Сотрудники МЧС сообщили, что горела сухая растительность. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. А в Березниках, как сообщают местные жители, горели расселёнки. Конкурс по выбору мэра Городская дума Перми проведёт 17 августа. Приём документов от претендентов стартует 4 июля, а завершится 3 августа. В ходе конкурса кандидаты должны будут представить программу развития города. Предпочтение отдадут кандидатам с высшим образованием и опытом муниципальной или государственной службы. Опытом работы на руководящих должностях. Отбор кандидатов будет проводить конкурсная комиссия из 6 депутатов Гордумы и 6 представителей краевой администрации. Напомним, накануне глава Перми Алексей Дёмкин сложил с себя полномочия. Ему предложено войти в состав краевого правительства в ранге вице-премьера. Временно исполняет полномочия главы Перми Ольга Андрианова. Она работает в мэрии с прошлого года в должности заместителя главы. В среду губернатор края Дмитрий Махонин представил нового вице-премьера правительства региона, бывшего мэра Перми Алексея Дёмкина. Губернатор заявил, что в правительстве пригодится его опыт руководства городом. Цитирую. Оцениваю положительно работу Алексея Николаевича на посту главы Перми. Новый вице-премьер будет курировать два направления. Территориальное развитие региона и взаимодействие с депутатами ЗАГС Собрания. Полублагоустроенные новостройки. Примерно в таком статусе в Перми существует 9 высотных домов, расположенных по улице Веры Засулич. Еще в 2017 году в эфире телевизионной службы новостей мы рассказывали, что многоэтажки с момента ввода в эксплуатацию лишены важного коммунального ресурса горячей воды. Причина якобы финансового разногласия между собственником центрального теплового пункта и управляющими компаниями, обслуживающими жилые массивы. О людях, которые стали заложниками этой ситуации, в репортаже Елены Яговцевой. Не помыться, не побриться. Собственники этих квартир уже много лет живут в режиме ограниченной поставки важных жизненных благ. Вопреки всякой логике, стабильное горячее водоснабжение для 16 этажек по Веры Засулич – большая роскошь. Ресурс дают очень дозированно. К примеру, нынешняя плановая опрессовка должна была закончиться полторы недели назад. Но горячей воды все еще нет. И долго не будет, говорят жильцы. У нас здесь основная проблема – это отсутствие горячей воды. То есть, когда отключают у нас горячую воду на опрессовку, как правило, у нас задерживают воду на месяц. Бывает на более продолжительное время. Когда начинается отопительный сезон, у всех нормальных людей начинается он вовремя. У нас, как минимум, на месяц задерживается отопительный сезон. То есть, все мерзнут. Мы поставили бойлер, потому что уже на протяжении 8 лет мыться нормально. Невозможно бегать с кастрюлями, мыть детей купать. Самим тоже после работы сполоснуться хочется. Мы с бойлером. Дело в том, что застройщик этого жилого массива несколько лет назад продал ЦТП, от которого запитаны здания, в частные руки. А этот господин якобы не может найти общий язык с управляющей компанией. Тяжба между владельцем теплового пункта и обслуживающим жилфонд организациями стала похожа на затянувшуюся позиционную войну. А страдают, как всегда, обычные люди. Как в поговорке, паны дерутся, а у холопов чубы трещат. У нас дома строил Трес-14. Трес-14 сейчас на данный момент является банкротом. У нас есть сети, которые сейчас находятся в собственности Трес-14. В связи с этим, что эти сети являются собственностью Трес-14, их никто не обслуживает. То есть на данный момент эти сети у нас даже опрессовку не прошли. Отчаяние собственников вполне понятно. Люди купили благоустроенные квадратные метры в новостройках за немалые деньги. И, конечно же, рассчитывали, что уж с горячим теплоснабжением проблем здесь никак не может быть. А теперь столь необходимый коммунальный ресурс приходится выбивать с боем. Уголовным праведом называется приведение в негодность объекта жизнеобеспечения. Говорят, поднаторевшие о правовых вопросах люди. В этом доме у меня двухкомнатная квартира. Пытаюсь на протяжении полугода уже ее продать, потому что хотим расшириться. Цена занижена. Весь город знает, что ненормативные температуры в нашем жилом комплексе продать невозможно. Цену дают очень низкую. И, мало того, и покупателей нет. Просто это получается неблагоустроенное жилье, как и бараки какие-то. Такой большой жилой комплекс. Люди неоднократно обращались с жалобами в районную прокуратуру. И только под нажимом правоохранителей в домах удается начать отопительный сезон. И в кранах на время появляется горячая вода. Но затем история повторяется. Жители микрорайона требуют, чтобы в доме нормализовали подачу жизненно важных ресурсов. И настаивают, чтобы за стол переговоров сели представители администрации, надзорных органов, владелец ЦТП и руководство управляющих организаций. Мы направили запрос прокуратуру индустриального района. Что ответит, расскажем. Елена Иговцева, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей. Депутатам и ученикам младших классов проезд бесплатный. Накануне на пленарном заседании Пермской гордумы депутаты приняли решение о компенсации собственных затрат на приобретение проездных. Этот вопрос повестки был единственным, по которому часть народных избранников проголосовали против. Но большинство, 19 голосов из 29, решило, что теперь депутатам ПГД будут компенсировать транспортные расходы. Цитирую. Для осуществления полномочий депутата думы. Но максимальная сумма компенсации при этом ограничена стоимостью проездного. Против было 6 человек, воздержалось четверо. Отметим, что бесплатным проездом в городском транспорте сейчас в Перми могут пользоваться только ученики начальных классов. Придется подождать. Перекрытие трамвайного движения по улице Карпинского продлили на месяц. Это связано с работами на перекрестке шоссе космонавтов и улице Столбовой в рамках продления улицы Крисанова. В Министерстве транспорта Пермского края сообщили. Временное ограничение движения трамваев на участке от остановки улицы Левченко до остановки шоссе космонавтов продлено до 31 июля 2023 года. Это связано с необходимостью продолжения работ по устройству трамвайных путей и контактной сети. Движения трамваев по улице Карпинского закрылись 1 мая. Первоначально было запланировано, что работы должны завершиться к 30 июня. Напомним, трамвайные маршруты номер 2 и 12 сейчас курсируют только в пределах индустриального района. От остановки улицы Стахановская ходят дополнительные рейсы автобусного маршрута номер 3 с литерой К. Трамвай номер 11 следует сообщениям микрорайон Висим, станция Пермь-2 по улице Революции. В Перми утвердили название трех новых городских улиц. Одна из них располагается в Мотовельхинском районе, две в Свердловском. Об этом пишет новый компаньон со ссылкой на постановление администрации Перми. Новой улице в Мотовельхе присвоено имя рудопромышленника начала 18 века Тасима Маметова. Двум улицам в Свердловском районе имена героя Отечественной войны 1812 года майора Николая Теплова и русского контр-адмирала, участника обороны Петропавловска Дмитрия Максутова. Ранее соответствующие изменения одобрил городской совет по топонимике. Один из самых ярких книжных персонажей Перми. Герой сказки Владимира Воробьева «Каприско» теперь появился на театральной сцене. В Тюзе выпустили яркий музыкальный спектакль, где как в зеркале отражаются многие современные проблемы отношений детей и взрослых. На премьере побывала наша съемочная группа. «Хочу, не хочу, делаю, что хочу» — это девиз каприски. Взъерошенный чумазый персонаж все делает не так, как надо, нарушая все правила. Дух баловства и непослушания отрицания всего на свете посещает даже самых примерных детей. Что тогда происходит, показали в Пермском театре юного зрителя. Этот спектакль поставлен на основе сказочной повести писателя Владимира Воробьева «Каприско» «Вождь Нечевоков». Повесть была написана в начале 60-х годов прошлого века, но по сей день остается актуальной. Конечно, это спектакль для семьи. И для детей, и для взрослых. Любая возрастная категория найдет там свои какие-то вот эти вот крючочки, которые их зацепят. Осовременивание, мне кажется, произошло у нас очень деликатным способом. Это весело, это легко, это очень ярко, озорно и музыкально. Повести «Каприски» Владимир Воробьев написал в Перми. По мотивам сказки, в начале 80-х годов на пермской студии телевидения был снят мультфильм, который стал не менее известным и популярным, чем литературный источник. Как говорят театры юного зрителя, создавая спектакль, опирались и на повесть, и на мультфильм. Художник этой постановки прибыл к нам из Санкт-Петербурга. Никита Сазонов решил сделать декорации в стиле анимационного кино. Создать яркие образы артистов, которые ассоциируются с мультяшными персонажами. Мне показалось это крайне любопытно и интересно. Потому что герой, я для себя понял, что я имею возможность вернуть героя спустя 30-40 лет, его снова открыть для детей. И мне показалось это крайне любопытно. Перми, у нее есть удивительно свои собственные культурные коды. «Каприска» — это точно такой же герой, местный, культурный герой, назовем его так, с которым мне здесь пришлось работать. «Каприска» — это подарок ТЮЗа к юбилею города. Кроме того, спектакль был задуман как первопроходец, который поселится на новой сцене театра. Поэтому здесь была такая двойная сложность для постановочной группы и прежде всего для художников в том, чтобы придумать этот спектакль, который встанет на сцену, которой еще нет, которая только в проекте. Как говорят в театре, новый корпус ТЮЗа планируют создать в эксплуатацию в сентябре. А в октябре артисты начнут осваивать новую сцену. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Наша Маша в полном порядке. Трехмесячный медвежонок, которого в мае этого года нашли одного истощенного и ослабленного на севере Пермского края, адаптировался в Центре спасения животных. Характер у маленькой медведицы игривый, ни секунду не сидит на месте, рассказывают волонтеры Тверского детского дома для медвежат-сирот, где сейчас находится Пермская косолапая. В подтверждение тому специалисты разместили видеоролик, где наша Машенька играет со своим новым другом Мишуткой Иванушкой. Напомним, 10 мая житель Гаинского района, который охотился на утку, нашел оголодавшего медвежонка. Тот находился на островке посреди речки Весляна. Медведицы рядом не было. В таком возрасте медвежата без матери не выживают, и охотник забрал бедолагу домой, разместил в сарае и кормил коровьим молоком. А найденыши сообщил в региональное министерство природных ресурсов. Ведомство заключило соглашение с медвежьим детским домом семьи Пожетновых. Машеньку перевезли в Тверскую область 18 мая. После завершения реабилитации медведицу вернут в естественную среду обитания на ее родине, в Пермском крае. Наш эфир продолжается. Не переключайтесь.